Ни для кого не секрет, что на протяжении всей истории человечества существовали различные закрытые общества и секретные места. Кому-то кажется, что все это давно осталось в прошлом, однако это совсем не так. В наше время, похоже, таинственности в человеческом обществе прибавилось. Компания Coca-Cola более века удерживает лидирующие позиции на рынке безалкогольных напитков, так как она тщательно хранит секрет Coca-Cola уже 128 лет в хорошо оборудованном и тщательно охраняемом подвале в Атланте, штат Джорджия, США. Вход в хранилище доступен для любопытствующих, но не секретные документы. До 2011 года рецепт напитка хранился в банке SunTrust, а несколько лет назад для него построили новое отдельное хранилище. Датой рождения напитка Coca-Cola считается 8 мая 1886 года, а местом рождения – штат Джорджия, Атланта. Авторство Coca-Cola принадлежит фармацевту Джону Пембертону. Она была запатентована как лекарственное универсальное средство и продавалась в аптеках как идеальный тоник для стимуляции работы мозга, лекарства от нервных расстройств, головной боли, невралгии и меланхолии. Но наука не стоит на месте. На сегодня существует несколько вариантов расшифровки состава удивительного напитка. И наверняка можно сказать, что ни коки, ни колы там нет. А экстракт, применяемый в производстве напитка, является пищевой добавкой кошениль, добываемой из кошенильных червецов. Эти насекомые с глубокой древности использовались для получения красного красителя. В пищевой промышленности он известен как карминовая кислота с международным индексом Е120. Так что бесконечные страшилки о растворенном целлофане, разрушающихся зубах и внутренних органах, об использовании газировки вместо пестицидов, скорее всего, являются мифами. Центр управления действиями в чрезвычайной обстановке Маунт-Оэтер – одна из сверхсекретных военных баз, расположенных в горе. Центр был основан в период Холодной войны и находится в нескольких минутах полета от Вашингтона. Это наземное и подземное сооружение со своими жилыми и рекреационными объектами, с пожарными и полицейскими подразделениями, крематорием и радиотелевизионными станциями. Здесь действуют свои законы, и никто не сможет оказаться даже поблизости, потому что все тщательно охраняется. Цель создания центра – защитить военную и политическую элиту в случае масштабных катастроф. Зона 51 – псевдоним для военной базы, расположенной в южной части штата Невада на западе США, в 133 километрах от города Лас-Вегас. Основная цель базы неизвестна, но обычно считается, что она используется для разработки и тестирования экспериментальных самолетов и систем вооружения. Многие теоретики полагают, что Зона 51 имеет непосредственное отношение к проблеме существования инопланетян. Правительство США отрицало и отрицает существование этой военной базы, несмотря на рассекречивание некоторой информации. Гражданским лицам вход туда строго запрещен. На пути к базе можно увидеть множество знаков, запрещающих продвижение вперед, так как объект находится под усиленной охраной. Клуб 33 – это частный клуб, расположенный в самом центре Диснейленда, который в любое время открыто продает выпивку, так как Диснейленд имеет полную лицензию на продажу алкогольных напитков. Клуб был основан Уолтом Диснеем в 1967 году, как тайное общество, членами которого были инвесторы, политики и знаменитости, которые приезжали в парк. Вход в бар расположен рядом с рестораном на 33 Ройл Стрит, на входе есть пластина с номером 33, а вот вход в клуб скрыт за невзрачной дверью, которую даже и заметит не каждый. Членские взносы в клубе в размере 25 000 долларов, ежегодный взнос в размере 10 000, вступительный взнос в клуб от 10 до 30 000 долларов, но доступ в клуб можно получить только спустя 14 лет. Просто зайти в клуб без персонального пригласительного не получится. Клуб джентльменов Уайта – самое тайное общество в Англии, хотя уже 323 года всем известно о его существовании. Членом клуба Уайтс стать необычайно сложно. Он открыт только для элиты мужского пола. Женщинам и обычным людям членство в клубе запрещено. По большому счету, получить приглашение в клуб может только член королевской семьи или же пользующийся огромным авторитетом представитель политики или мира искусства. Уайтс знаменит своей книгой ставок, где члены клуба оставляют самые странные ставки. Хотя это клуб джентльменов, но часто вне клуба они ведут себя совсем не по-джентльменски. Межгорье – это закрытый город Республики Башкортостан в России, расположен у подножья горы Ямонтаун. Слухи о том, что на самом деле собой представляет Межгорье, ходят самые разные – от бункера для политических лидеров на случай ядерной войны, зоны хранения продуктов питания, до хранилища сокровищ Российской империи. Чтобы попасть в Межгорье, нужно специальное разрешение. Стеллажи секретных архивов Ватикана имеют в длину 85 километров и насчитывают 35 тысяч томов в каталоге индексов. Сами архивные материалы – не секрет, несмотря на их значимость. Можно просмотреть любой документ, который старше 75 лет, с целью защиты дипломатической и правительственной информации. А вот зайти в архив не получится. Документ будет предоставлен после подачи запроса. Раньше собрание архивных документов в католической церкви было недоступно всем, кроме Папы. Но сейчас в архив допускаются исследователи и ученые. Возможно, когда-нибудь эти архивы перестанут быть секретными вовсе. 3. Церковь святой Марии Сионской в Аксуме Самый священный храм Эфиопии – церковь Святой Марии Сионской в Аксуме. На протяжении веков служил традиционным местом коронации эфиопских императоров. Современный вид церковь приобрела в 1635 году, посещать ее могут только мужчины. В 1964 году рядом со старой церковью открылся новый храм с таким же названием. Его могут посещать даже женщины. Одной из первых посетительниц была английская королева Елизавета 2. Главная святыня храма – Ларец или Ковчег Завета, хранится в часовне, специально построенной в 1965 году у здания Старой Церкви. По преданию, в Ларце находится золотой сосуд с манной небесной, жезл Аарона, две из десяти скрижали с заповедями Ветхого Завета, полученные Моисеем на горе Синай. Ларец не покидает здание часовни, на обозрение выставляется копия Ковчега. Подлинную реликвию никто, даже патриарх церкви, не вправе увидеть, кроме монаха-хранителя реликвии. Но обычай запрещает ему разговаривать с посторонними и покидать пределы храма. Это пожизненная и очень почетная должность. При жизни хранитель сам называет своего преемника. Помимо Ковчега Завета, в часовне находятся короны всех эфиопских императоров. И по сей день это место в Аксуме считается священным для каждого христианина в Эфиопии.